всем привет дорогие друзья с вами канал игрополка и сегодня мы поговорим с вами о дополнение к игре древний ужас которая называется знамение каркозы и для начала давайте посмотрим что нового данное дополнение добавляет в игру древний ужас а заодно я поделюсь вами своими мыслями относительно новых игровых компонентов все содержимое дополнение находится перед вами и во первых знамение каркозы обновляет базовые колоды игры это и колоды контактов каждая из них получила пусть небольшое но все же обновление в виде новых карт добавляются новые карты артефактов активов и заклинаний артефактов здесь четыре штуки сейчас я вам их покажу на активов здесь много хватит чтобы разнообразить вашу колоду новыми вещами заклинание здесь три типа призвать бьяхи на данном существе можно преодолевать расстояние до двух локаций наложение пут поможет вам ослабить монстров а мысленный взор разрешит вам перебрасывать один кубик проходя проверку воли или общение также здесь добавляются новые карты мифов которые здесь много что позволит вам а практически полностью играть с новыми мифами и по себе могу сказать что это сложные карты мифов например массовая истерия ведущий сыщик выбирает число от 0 до 3 и повышает безысходность на это число затем найдите в колоде активов сбросе и резервы все активы цена которых равна выбранному числу плюс 2 или выше этой суммы и уберите их в коробку допустим если вы выберете число 0 то вам придется убрать из игры абсолютно все активы стоимостью 2 не выше и так все карты например когда эта карта входит в игру каждый сыщик ухудшает свой навык на свой выбор или каждый сыщик должен сделать одно и следующего переместиться в случайную локацию и стать задержанным ухудшить свой навык с наивысшим значением или монстр нападает на него из засады и так во всем сами карты мифов мне показались здесь достаточно сложными конечно же в данном дополнение есть новые карты на состояние 4 из них вы видели в базе и в прошлых дополнениях это долг проклятие темная сделка и благословение остальные же карты в состоянии это новые состоянии и первое из них называется помешательство напасть взяв эту карту сбросите один актив союзника и это самое безобидное что может с вами случиться потому что в час расплаты вам придется выбирать один из двух еще худших выборов вы замечаете злобу мелькнувшую в глазах друга разыграть один эффект на свой выбор возьмите одно состояние безумие затем переверните эту карту или же потратить три рассудка и ухудшите внимание и волю и затем сбросить эту карту и данное состояние помешательство она целиком и полностью отражает тематику и атмосферу данного дополнения здесь все выполнено в таком ключе что состояние что карты мифов что карты древнего все это какое-то безумие помешательство ухудшение и потери следующее состояние тоже негативно называется в розыске преследования вы не можете приобретать активы избавиться от данного состояния можно когда вы путешествуете бросив один кубик если вы получите и 5 или 6 вы сбрасываете эту карту а вот в час расплаты ваши преследователи вас настигают и вы несете определенные потери а вот остальные карты состояние что немного необычно но они все положительные и большинство из них называются на талантами например первый талант живучесть раз раунд когда вы должны потерять здоровье вы можете пройти проверку силы не при успехе предотвратить потерю здоровья данный талант позволяет вам предотвратить потерю рассудка талант ловкость рук позволяет вам обзавистись активами боевой азарт позволяет вам получить плюс 3 к силе при прохождении контакта неуловимость позволяет вам вступить в контакт в локации с монстром как будто если бы не было монстров а например талант прилежание позволяет вам улучшать свои навыки но не все так радужно потому что после применения каждого таланта вам нужно перевернуть карту и посмотреть а несете ли вы какие-то потери или же для вас все обходится благополучно и последнее состояние которое стоит отдельного внимания упоминания не даже подчеркивание красной наручкой называется обещанная сила на соглашение во-первых проходя любую проверку вы можете сбросить эту карту чтобы перебросить сколько угодно кубиков но этого конечно ни в коем случае делать не стоит потому что в час на расплаты вы можете бросить один кубик и если выпало 6 вы переворачиваете эту карту и получаете вознаграждение которое так долго ждали и что же здесь за вознаграждение например данное состояние до обещанная сила данная карта позволяет вам взять два состояния таланта позволяет улучшить каждый свой навык дважды это не так интересно как например вот данные на состояние великое изгнание позволяет вам разгадать активную тайну то есть если у вас есть данная карта и в час расплаты вы бросаете кубики у вас выпадает 6 вы его переворачиваете это состояние и автоматически разгадываете активную карту в игре в общем это очень и очень мощное состояние но они нисколько не ломают баланс потому что во первых его нужно получить это состояние а потом еще дождаться час расплаты и еще суметь выкинуть шестерку чтобы получить положительный эффект но когда такое происходит это конечно вызывает невероятные эмоции если вы играли в предыдущие дополнения то следующие компоненты для вас уже будут знакомы это карты при люди карты уникальных активов и жетоны ухудшений с данным дополнением вы теперь можете не только улучшать свои навыки но а также всячески против естественно ваши воли вы будете их ухудшать потому что новый древний его карты и карты мифов а также карты состояния будут от вас периодически требовать ухудшения ваших навыков ухудшать навык можно максимум до значения минус 2 есть соответствующие жетоны например у нас общение 4 и если мы его ухудшили на 1 то соответственно наше значение навыка общения будет равно 3 карты уникальных активов это такие же активы только они намного мощнее и они двухсторонней как и карты заклинаний и мы не можем смотреть оборотную сторону пока мы не выполним определенные условия на лицевой стороне данной карты они интересные они мощные но получить их не так легко выдаются они за выполнение определенных задач при прохождении например контактов и на карты при люди это особая подготовка перед игрой каждая карта имеет определенный художественный текст а затем есть требование которое необходимо выполнить при подготовке к игре и честно скажу что в данном дополнении карты не такие интересные как например в предыдущем дополнение хребты безумия три из них они не вызывают восторга а вот грехи прошлого она нам интересны после завершения подготовки к игре ведущий сыщик может взять состояние темная сделка чтобы взять состояние обещанная сила если ведущий сыщик взял состояние другой сыщик может открыть столько врат сколько указано в памятке чтобы взять состояние обещанная сила если этот сыщик взял состояние 3 сыщик может повысить безысходность на 2, чтобы взять состояние обещанной силы. Вот таким образом, сразу ухудшив начальное положение на игровом поле с вратами, безысходностью и так далее, мы берем состояние обещанной силы и таким образом, находясь заранее в плохих условиях, но с возможностью тут же получить что-то безумно хорошее. Остальные же прелюди, они не так интересны, и я бы даже назвал их посредственными. В данном дополнении вы найдете 4 новых сыщика, соответственно у каждого сыщика есть свой жетон и подставка под этот жетон. Двоих из этих сыщиков я бы назвал невыразительными, это Майкл Мак Гленн и Декстер Дрейк, а вот других двоих я бы назвал как очень сильными. Они будут теперь, наверное, в каждой нашей компании, в каждой нашей игре. Например, Венди Адамс. Беспризорница действия, возьмите из резерва или сброса один актив безделушку на свой выбор. Но это не так интересно, как ее способность. Раз в раунд, когда вы должны взять состояние, но не соглашение или жетон ухудшения, вы можете вместо этого не брать это состояние или жетон. Получается, у Венди есть иммунитет к ухудшениям и к негативным состояниям. А я напомню, что при игре в данное дополнение, ухудшение и негативное состояние будут ждать вас практически на каждом шагу. И второй сыщик, Дженни Барнс, дилетантка. Действия вы или другой сыщик в городе можете приобрести активы, получив плюс 2 к общению при выполнении этого действия. А ее способность раз в раунд, когда вы или другой сыщик берете состояние долг, вы или этот сыщик можете сбросить это состояние. Получается, что при приобретении активов, вы не только, например, у нее это будет уже 6 кубиков, не только получаете плюс 2 к проверке, но к тому же вы можете взять долг и при этом не брать этот долг. При игре Дженни Барнс, а также при игре с другими сыщиками, если она есть в компании, получить активы из резерва, это становится не такой уж и проблемой. А теперь переходим к самому главному и самому интересному, что есть в данном дополнении, это новый древний по имени Хастур. Стартовое значение безысходности равно 11, а для победы над ним нужно разгадать всего 2 тайны. Звучит легко, но на деле может оказаться очень и очень сложно. Количество тайн у данного древнего равно 8, что на 2 больше, чем у других древних, а учитывая, что для победы над ним нужно разгадать 2 тайны, то реиграбельность против Хастура довольно высокая. Сами тайны у него следующие. Есть вполне обычные, собрать определенное количество жетонов или победить эпического монстра. Есть интересные, а есть очень и очень сложные. Например, буйно помешанный. Для разгадки этой тайны вам нужно не просто потратить улики, равные удвоенному количеству игроков в игре, так еще у каждого игрока должен быть актив-союзник. Собрать данную комбинацию не очень легко, или в данной тайне найти путь. Для начала вам нужно собрать улики, равные количеству игроков, чтобы получить артефакт ключ от каркозы. Потом с этим ключом нужно закрывать врата и складывать их на эту карту. И только когда на этой карте будет количество улик, равное количеству игроков, и количество врат, равное значению из памятки, эта тайна будет разгадана. Сделать это тоже не так легко. Естественно, у этого древнего есть своя колода поисковых контактов. Она не маленькая. И зачастую в этих контактах вас будут оставить перед выбором. Например, вы можете взять состояние помешательства, чтобы получить эту улику. То есть вам даже не нужно проходить проверку. Или вот, вы можете взять состояние темная сделка, чтобы получить эту улику. И так далее. Вы можете взять состояние долг, чтобы получить эту улику. То есть для прохождения некоторых контактов вам даже не нужно будет проходить проверки. А вас просто ставят перед выбором. Вам будет плохо, и тогда вы сможете получить улику. Также у этого древнего есть три колоды особых контактов. Две из этих колод связаны с его тайнами. Одна называется Король в Желтом и связана с разгадкой соответствующей тайны. Очень и очень интересно это читать и быть участником данного процесса. Вторая колода называется Города на озере и связана с тайной, которая также и называется Города на озере. И последняя колода особых контактов, с ней вы будете иметь дело, если допустите пробуждение Хастура. Когда он пробуждается, вам по-прежнему нужно разгадать две тайны, а затем вы можете отправиться в особый контакт, который называется Невыразимый. И таким образом сможете одолеть Хастура, если, конечно, вам это удастся. Дополнение Знамения Каркозы я бы назвал сюжетным дополнением, потому что все, что в нем есть, мы в том или ином виде уже встречали в базе или в других дополнениях. Оно не привносит в игру абсолютно ничего нового, никаких механик, никаких новых видов карт. Все это уже было в том или ином виде, в том или ином дополнении или же в базе. Главная особенность Знамения Каркозы это Хастур и его карты. И та атмосфера, которой наполняется игра против данного древнего помешательства, безумия, постоянные какие-то негативные состояния, ухудшения навыков и так далее. Хастур очень атмосферный древний. Против него интересно играть, интересно читать его карты и быть участником игрового процесса. Если вам нравится древний ужас, то обратите внимание на Знамения Каркозы, потому что по части атмосферы Хастур обставляет многих других древних. Надеюсь данное видео было интересным, а самое главное полезным для вас. Если так, я очень рад. Ну а на сегодня всем спасибо за просмотр, играйте в игры и всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok